К другим новостям. 15 спортсменок из Люберец представляют свои номера на всероссийском турнире по художественной гимнастике, который проходит во дворце спорта «Триумф». Соревнования продлятся до 27 апреля. Подробности далее. Около 300 гимнасток из 35 городов России приехали в Люберце побороться за кубок заслуженного тренера СССР Марии Лисицан. Данное мероприятие по праву можно назвать основным стартом в спортивной карьере детей. Идет смотр участников из разных городов и выявляются лучшие. Традиционно гостями мероприятия стали первые лица округа. Я думаю, что вот этот открытый чемпионат по художественной гимнастике – это уже традиция у Люберецкого района. И надо выходить на какую-то орбиту. Вы всем обидители, я вас с этим поздравляю, всем удачи! Оценивают номера жюри, в состав которых и заслуженные спортсмены и тренеры со всей России. У нас идут открытые первенства Люберецкого района, где участвуют дети, начиная от самого старшего возраста, от программы мастеров спорта, до самых маленьких 2012 года. У нас соревнования будут проходить как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Мария Алонца представляет город Тверь. Ей 12 лет. С шести лет она соревнуется и уже имеет несколько кубков и множество наград. С этого года спортсменка выступает как кандидат в мастера спорта. Как признается участница, свои номера она выбирала соразмерно темпераменту. Так жгучая полуиспанка представит судьям свой любимый страстный номер с обручем. Мне очень нравится это упражнение. Правда, оно сложное, но я постараюсь его хорошо сделать. И я буду выступать мяч. Эта композиция будет более нежная, плавная. Кроме того, участники выступят с такими предметами, как булава и ленточка, которые служат визитной карточкой на соревнованиях по художественной гимнастике. Несмотря на кажущуюся легкость в исполнении, этот предмет очень капризен и требует особого подхода. Это один из самых сложных предметов. Называется он лента. Длина ее порядка шести метров. Она работает по принципу непрерывной работы и не должна касаться пола за все время вот этого кручения. Соревнования продлятся три дня. По итогам соревнований судьи выявят шестерку победителей в каждом разряде. Следующий турнир пройдет в «Триумфе» в октябре. Это будут детские отборочные соревнования среди младшего возраста на первенство России. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.